Дамы и господа, мы хотели бы объявить открытую сессию, на которой руководство будет прислушиваться к мнению общественности. Итак, прежде всего, это для нас, для руководства возможность прислушаться к вам, вас послушать. Но мне для этого нужна помощь с вашей стороны. Прежде всего, я хочу попросить представиться членов руководства с тем, чтобы вы знали, кто есть кто. Меня зовут Убейн Сарф, я вице-президент в Google и являюсь председателем форума по управлению интернетом. Спасибо, Убейн Сарф. Меня зовут Бенгай Шасон, исполнительный директор Честной инициативы и члены ЧЕФ. Меня зовут Хурия, я из Эфиопии, являюсь министром инноваций и технологий и вхожу в состав руководства. Меня зовут Хиросио Сидо, замминистра Министерства по информационным технологиям Японии. Меня зовут Лиза Фуэ, и когда я не вхожу в состав руководства, я генеральный директор ЭТНО, то есть Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных компаний в Брюсселе. Меня зовут Фернандо Брюссай, я председатель Международной торговой палаты. Мы институционным образом представляем более 45 миллионов компаний в более чем 170 странах. Меня зовут Хатем Дуидар, я генеральный директор телеком-оператора. Благодаря нашим услугам пару миллионов человек имеют связь на Ближнем Востоке. Каждый раз, когда я слушаю, как вы представляете, меня просто поражает то, каков общий объем достижений тех, кто находится на этой сцене. Но все эти достижения совершенно ничего не стоят, если нам не удастся сделать форум по управлению интернетом таким форумом, который нам необходим. Вы знаете, что в 2025 году будет Всемирный саммит по информационному обществу ровно через 20 лет с первой встречи на высшем уровне. И в 2025 году возникнет следующий вопрос. Нам следует продолжать работать в формате форума по управлению интернетом или нет? И ответ в большой степени зависит от вас. Почему? Потому что вы присутствуете здесь, потому что этот форум вам кажется полезным. А мы в руководстве должны знать, каким образом объяснить, чем полезен IGF с тем, чтобы на заседании Генассамблеи, когда будут принимать решение о продолжении функционирования IGF, чтобы они приняли положительное решение. Но ответ на этот вопрос будет зависеть от того, как мы предоставим информацию. А это будет зависеть от того, что вы нам сейчас расскажете. Вы должны рассказать нам, что вам нравится, что следует продолжать, чем следует заниматься, что делать из того, чего мы пока еще не делаем, и какову пользу вы извлекаете из участия в IGF. Мы знаем, что тут много разных заинтересованных групп, представителей разных направлений. Это, кстати, самый крупный из всех IGF за всю его историю. Так что это невероятная веха в истории этого форума. Всего 8 тысяч участников зарегистрировалось. 2 тысячи из них принимают участие в удаленном формате. И люди затратили свое время, деньги для того, чтобы сюда приехать. Или те организации, которые по 100 лет вас сюда направили. Нам хотелось бы знать, почему. И еще мне бы хотелось, чтобы вы знали о следующем. Саммит будущего пройдет в следующем году, в сентябре следующего года. И на этом мероприятии мы узнаем, что из себя представляет глобальный цифровой договор. По сути, обсуждалась необходимость реформы, которая должна сопровождать глобальный цифровой договор. Могу сказать вам, что руководство считает, что IGF должен помочь в оценке результативности работы глобального цифрового договора и того, необходимо ли вносить какие-то изменения или нет. Так что в своем будущем вы... Ваше будущее зависит от вас. Давайте вы представитесь. Я не знаю, кто вы. Меня зовут Карл Роуч. Я работаю в правительстве Багам. И мы надеемся, что нас пригласят на чрезвычайное заседание на Багамах. Безусловно, пригласим. Из членов руководства кто-нибудь хотел бы добавить что-то к вышесказанному? И хочу напомнить вам, что задача этого заседания прислушаться к мнению участников, к мнению зала. Но если вы хотите что-то добавить, то, пожалуйста, можете сделать это сейчас. Спасибо, Винд. Мы вчера представили документ интернет, к которому мы стремимся, документ, на составление которого ушел целый год. Нам необходимо, чтобы на следующем этапе вы помогли нам сформировать наше видение для того, чтобы завершить работу над ним. В течение грядущего года мы хотим попросить вас определить основные препятствия, препоны, которые стоят в реализации этого видения. Вы все члены IGF, вы идеальная аудитория для того, чтобы оценить, что является главными препятствиями как на глобальном уровне, так и непосредственно в вашей стране, в вашем регионе. И каким образом определить путь к достижению этого видения путем определения конкретных целей, определения конкретных показателей, оценки эффективности и так далее. Поскольку нам необходимо значительно быстрее действовать, чем ранее в достижении этих целей. Лиза, вы что хотели бы добавить? Я вкратце скажу следующее. В общем, Мария абсолютно права. Нам необходим ваш вклад для того, чтобы создать этот интернет, к которому мы стремимся. Но мы также будем проводить консультации с другими сообществами. Постараемся провести информационно-пропагандистскую деятельность в целом по интернету, к которому мы стремимся, и по другим вопросам, которыми мы занимаемся в руководстве. Это мероприятие уже 18 лет проводится. И мы нередко тут как раз обсуждали за эти годы, к какому мы стремимся, и мы стремимся. Может, нам следует задаться следующим вопросом? А какой у нас интернет есть сегодня? Что сделать для того, чтобы он стал лучше? Я думаю, что у нас разные проблемы в зависимости от места, где мы проживаем. Мы знаем, например, в США. Я думала, что у нас все хорошо с проникновением интернета. А потом выяснилось, что на селе, в сельских регионах, все не так здорово. 40 миллиардов сейчас тратим на проведение шкалопостного интернета в сельской местности. Так вот, хотелось бы потому узнать, что нам нужно на следующем этапе развития форума по управлению интернетом с тем, чтобы получить тот IG, в котором мы стремимся. У нас здесь есть несколько микрофонов в зале. Подходите к микрофонам, и я дам вам слово по мере того, как будет формироваться очередь. Будем переключаться. Кстати, секретарь меня заверил, что они все запишут, и, конечно же, ведется аудиозапись. Так что не беспокойтесь. Пожалуйста, представьтесь. Представьтесь, прежде чем выступать. Доброе утро, дамы и господа. Вы знаете, не доброе утро, а добрый день. Меня зовут Грегор Суэлло. Я из Филиппин, из республики Филиппин. Я член торговой палаты Филиппинских островов и член ЕНС ДСС. У меня есть несколько вопросов к членам руководства. В том, что касается пространения интернета, мы знаем, что проникновение интернета напрямую связано, грелируется с ВВП страны. Частные корпорации и телекоммуникационные компании не будут инвестировать в проникновение интернета в сельских регионах. Каким образом направить инвестиции на подключение тех сообществ, которые недостаточно охвачены услугами? И какие нам необходимы законодательные меры для того, чтобы привлечь инвестиции? Мне кажется, что во многих странах разведется этот диалог. Есть некие фонды универсального подключения. Нередко налогообложение таким образом направляется в телекоммуникационные компании с тем, чтобы поощрить проведение интернета в сельских регионах. Только что Вин говорил о том, что в США 40 миллиардов было направлено на эти цели. Происходит это и в других странах. Необходимо продолжать вести диалог между регулирующими органами, правительствами и телекоммуникационными компаниями, чтобы телекоммуникационные компании не воспринимались как курицы, которые несут золотые яйца. Необходимы какие-то налоговые меры, которые позволяли бы телекоммуникационным компаниям инвестировать в проведение интернета на селе. Ведь в конечном итоге это будет хорошо для экономики в целом, это хорошо для всей экосистемы и источник потенциального дохода. Я являюсь членом правления Ассоциации GSM. Мы хотели бы, чтобы все были подключены, но телекоммуникационные компании не могут сделать это в отрыве от регуляторных органов и от правительства, поскольку именно они должны создать необходимые условия для того, чтобы можно было реализовать подобные инвестиции. Я считаю, что правительства должны играть определенную роль в проведении инфраструктуры в сельских регионах, особенно там, где это не приносит дохода. Невозможно инвестировать частным компаниям в подобную деятельность. Поэтому необходим фонд всеобщего обслуживания – это один из вариантов решения этой проблемы. Но очень непросто провести связь повсюду. Новый фонд мог бы помочь в достижении этой цели. Вы все знаете, конечно же, что мобильные технологии позволили нам перескочить через определенные этапы в развивающихся странах, там, где не было фиксированных сетей. Сейчас у нас есть другие технологии, даже не наземные технологии, а технологии с использованием спутников на низкой орбите. Есть платформы и системы, которые можно разворачивать на большой высоте, на высоте от 50 до 100 километров над поверхностью Земли. И такие новые технологии могут быть очень эффективными и позволить эффективным образом предоставить интернет жителям сельских регионов. То есть нужно вести диалог с участием частного сектора, правительственных кругов и спутниковой связи. Спасибо. Есть еще по меньшей мере один возможный ответ на основании этого комментария. Низкорбитные спутники дают технический ответ на распространение интернета по всей поверхности Земли. Старлинк — это 40 тысяч спутников, например. Но это с технической точки зрения. Но есть бизнес-вопрос, сколько это стоит и насколько это финансово доступно для тех, кто живет в сельских регионах. Если это финансово недоступно, может произойти следующее. Либо конкуренции. Мы ожидаем того, что будут развернуты другие спутниковые созвездия. Также возможна помощь правительства для того, чтобы предоставить интернет тем сообществам, которые в противном случае не могли бы иметь доступа к ним. И я буду продолжать оказывать давление с тем, чтобы это произошло со своей стороны. Пожалуйста, следующий вопрос. Не забудьте представиться. Спасибо, Винт. Меня зовут Питер Брук. Я председатель Совмета Всемирных наград. Мы хорошо знакомы. Мы были в правлении вместе с 2003 по 2006 год. Вы знаете, что я скорее занимаюсь содержанием, а ваши навыки и компетенции с технической стороны. Я смотрю на этот документ, интернет, к которому мы стремимся, и я не могу не отметить, что он также склоняется в техническую сторону. В 2023 году пять компаний получили 54% дохода в интернете, в мире. Не просто в интернете, в целом, вообще. 55% дохода. То есть интернет – это историческая сила, которая привела к огромной экономической концентрации. Вы знаете, что более старые медийные компании, газеты прежде всего, потерпели поражение. За шесть недель закрылись 564 газеты в Канаде. Это означает, что больше нет местных газет в небольших городах, в городах с населением менее полутора миллиона. Как это влияет на местное, на региональное, на национальные политические процессы, на партипативную демократию? Мы даже не можем себе это представить. Мы даже не можем оценить это с точки зрения распространения дезинформации и так далее. Я хочу задать следующий вопрос и попросить руководство включить в свою работу следующее соображение. Нам необходимо обсудить вопрос о возникновении монополий на рынке со стороны технологических компаний, которые представляют интернет. И в следующие полтора года, два года, когда будет проводиться следующий обзор, мы дадим себе, наверное, отчет в том, каким образом сместилась власть из одних рук в другие в результате технологии. Позвольте, я отвечу сначала, говорит Винт. Мне кажется, что это очень справедливое замечание относительно бизнес-модели, которые развиваются для технологий. Но решение проблемы – это не ответственность руководства IGF. Мы ответственны за то, чтобы IGF поднял эти проблемы в ПСД с теми, кто может решить эту проблему. Это может быть посреди правительства, парламентов, компаний, тех, кто предоставляет эти важные услуги, в том числе новостное информирование. Я бы хотела, чтобы вы осознали, что мы в руководстве таких решений принять не можем. Мы можем лишь способствовать диалогу и получить ответы на эти вопросы. Да, я это прекрасно понимаю. Спасибо, Питер, за вашу оценку документа и за всю вашу работу. Несколько замечаний. Мы тут как раз для того, чтобы прислушаться к вам. За пределами этого разговора секретарь также откроет период общественных комментариев. И мы хотели бы с вами это обсудить с тем, чтобы сделать этот документ более объективным. Спасибо. Спасибо, Питер. Следующий вопрос. Нет, простите. Извините, пожалуйста, есть еще и третий микрофон, а не два. Простите. Да, да, да. Это, наверное, просто из-за того, как расположены светильники. Меня зовут Чат Гарсия. Я исполнительный директор Ассоциации по прогрессивным коммуникациям. Мой вопрос касается процесса и того, какую роль выполняет руководство. Каким образом связать итоги работы АйЧФ с различными другими процессами? Вы говорили о том, что АйЧФ – это тот орган, который может отслеживать, как ведутся эти дискуссии и вносить свой вклад. Но мы говорили о том, что очень трудно взаимодействовать со всеми этими разными процессами, которые проходят параллельно, как сейчас, так и в течение грядущего года. Это очень непросто. Для этого понадобятся ресурсы. Одним из вопросов является следующее. Каким образом может помочь руководство связать эти процессы? Практическим образом, чтобы способствовать повышению инклюзивности, чтобы обеспечить достаточное участие представителей гражданского общества и других. С практической точки зрения мне бы хотелось узнать следующее. Что вы можете сделать, поскольку это бы помогло нам планировать работу? И что было бы наиболее ценным? Если нет достаточной информации, то мы со своей стороны, когда вы обращаетесь к нам с вопросом, какой вклад мы можем внести, мы не знаем. Мы не можем, чтобы это ни было, ответить, потому что мы не знаем, каковы есть механизмы на ценном участии. Конечно, это лишь один из способов участия, но это люди не единственные. Вы знаете, есть такая штука, называется электронная почта. И мы готовы эти электронные письма получать. Секретариат их получает и привлекает внимание членов руководства к полученным письмам. Но не только руководство, есть еще и орган, который называется МАГ, консультативный комитет. И я надеюсь, что вы все, находящиеся в этом зале, знают о том, что у нас партнерские отношения со всеми членами IGF, между руководством и МАГом и так далее. И еще на региональном и на местном уровне также проводятся различные мероприятия в рамках или под эгидой IGF. И это может быть более важная даже деятельность, чем и наши ежегодные встречи. Почему? Потому что на местном уровне они знакомы с конкретной проблематикой. Если вам нужны конкретные советы относительно того, как вы можете внести свой вклад, то прежде всего я могу посоветовать посылать нам письма через секретариат на адрес руководства. Вы хотели бы добавить что-то? Мы направим запрос, попросим прокомментировать. Если хотите, можем создать специальные формы для того, чтобы вы могли вносить свой вклад. Но, например, мы хотели бы получить комментарии по проектам документов, аппликованных, по всем тем вопросам, которые здесь обсуждались. Вот все, что я могу сказать на этот момент. Лиса. Мне кажется, необходимо подчеркнуть, что хотя проблемы глобальны, решения локальны. И эти проблемы необходимо проанализировать на местном уровне. Раз в год мы можем обсуждать это на ежегодном IGF. Но тот вклад, который собирается от участников на местном уровне, на региональном уровне, является чрезвычайно важным, потому что это позволяет нам потом проанализировать ситуацию. И тогда в рамках работы по документам, на которые мы стремимся, и по другим направлениям мы сможем это учесть. Хорошо, тогда микрофон по центру. Пожалуйста, не забудьте представиться. Микусал Айшати, председатель компании в Кувейте, называется «Автоматизированные системы». Большое спасибо за возможность выступить. Вот уже 2018 год заседает IGF. Развитие неизбежно. Такова суть вещей. Все меняется, все развивается и притворяется в каких-то иных форматах. Что сделало IGF успешным? Инклюзивность. Модель с участием множества заинтересованных сторон. Диалог. Возможность взаимодействия друг с другом на равных. Хотя должен был сначала диалог по формированию политики, но превратился в диалог по наращиванию потенциала, по обучению и так далее. И по всем вопросам, которые связаны с управлением интернетом. И привлекли другие организации, которые занимаются управлением интернетом. Поскольку мы спорили, мы приходили к консенсусу, мы знаем, о чем говорить сегодня, а что оставить на потом. Мы все это обсуждаем. Так вот, если говорить об эволюционировании самого форума по управлению интернетом, то это неизбежно. Такова суть всех живых организмов. Но, если говорить о интернете и цифровых технологиях, это почти взаимозаменяемо. Для обычного участника IGF нет разницы между цифровым и интернетом. Поэтому, каким бы ни был формат IGF, мы стремимся к завершенствованию. У нас, помните, был процесс IGF+, задача которого была как раз развитие. Потом это превратилось в работу над цифровым договором. Но, каким бы ни было дальнейшее развитие, необходимо, чтобы идея инклюзивности и модели с участием множества заинтересованных сторон не исчезла. Чтобы сохранилась возможность участия разных представителей на равной основе. И с тем, чтобы это был форум, ориентированный на результаты. Да, мы можем говорить открыто. На нас не оказывается давление. Давайте вот такие итоги, которым не обязательно нужно прийти, а будет частью других площадок. Давайте это учитывать на дальнейшем этапе развития IGF. Вы знаете, что на грядущем саммите будет сформулирован или инициирован процесс изменения IGF, эволюции IGF, например, под эгидой глобального цифрового договора. Нас беспокоит то, что пока у нас возникает такое впечатление, что это будет межповедственный процесс. Мы надеемся на то, что этот процесс будет также основан на модели с участием множества заинтересованных сторон. Я вам гарантирую, что здесь все согласны с подходом на основе участия множества заинтересованных сторон. Это ДНК форума. Следующий вопрос, пожалуйста. Благодарю вас. Меня зовут Ролов Майя. Я генеральная директора регистратуры странного домена Нидерландов. Я хочу вас процитировать. Вы спросили, следует ли продлить мандат IGF, следует ли сохранить IGF и как его усовершенствовать, какие улучшения внести. Я могу вас прервать и сказать, что я лично считаю, что IGF должен продолжать жить. Но вопрос в том, как смогут ответить на этот вопрос те, кто будут работать в рамках встречи на высшем уровне по информационному обществу. Да, я сделаю все для того, чтобы ответ был «да». Я не могу говорить здесь от имени IGF Нидерландов, но я могу сказать вам, что мы там делали. Мы очень активно работали. И полтора года назад тот же вопрос был задан, и мы тогда сказали, да, мандат должен быть продлен. Но мы также хотели получить рекомендации о том, как можно улучшить нашу работу. В целом мы получили 16 рекомендаций. Интересно их зачитать. Они в основном были по трем темам. Первое – это управление, второе – это сам диалог, а третье – это результат. И третья категория, я думаю, самая интересная. Значит, по управлению. Одна из рекомендаций заключалась в том, чтобы IGF должен стать более прозрачным в процессе принятия решений, а также должен получать лучшую финансовую поддержку. По диалогу IGF уделяет внимание большому количеству тем. Но получается, что у нас большой спектр тем без глубокого погружения в них. В большинстве случаев это так. Я думаю, что первая, более транспарентная система принятия решений у нас в процессе. Я бы не сказала, что это уже произошло. Нам нужны более интерактивные форматы и менее формальная презентация нашей работы. Нам нужны реальные обсуждения. Мне кажется, это действительно важно, чтобы люди, которые участвуют в процессе, четко представлялись, объясняли, кого они представляют, каковы их интересы, на какую организацию они работают, откуда они. И по результатам нам кажется, что IGF должен своей работой приводить к более конкретным результатам и предложениям на национальном и международном уровне по политике в области управления интернетом. Мне кажется, это ясно. Я думаю, что IGF должен разрабатывать примеры конкретных применений стандартов, которые можно использовать местным образом, региональным или международным. Может быть, вы просто нам документы отправите? Да, пожалуйста, отправьте нам документы. Мы поделимся этим документом со всем IGF. Когда вы говорите «стандарты», меня немного волнует это, потому что тут все зависит от того, о каких стандартах идет речь. Стандарты. Может быть, я не расслышал. Мы обсуждали на предыдущей сессии вопрос стандартов. Стандарты, например, по сокращению или улучшению практики о ставлении углеродного следа в связи с использованием интернета и цивилизации в целом. И, конечно, нам здесь нужны рекомендации, советы по тому, как эти стандарты можно разработать. Мне кажется, это нужно отдельно обсуждать. Это немного более глубокое обсуждение, более глубокое. И тем более, если речь идет о технических стандартах, что не входит в мандат нашей организации. Да, я понимаю, не обязательно о технических идет речь. Хорошо, давайте тогда к этому вернемся. Теперь ваш вопрос. Пожалуйста, следующий, желающий задать вопрос человеку микрофона. Вы микрофон можете вытащить, если он слишком высоко для вас. Спасибо. Меня зовут Мишу Бока. Я член парламента Кении в Африке. И также комиссар парламентской комиссии Кении. Я занимаюсь связями с общественностью. Мы работаем по вопросам связи граждан с Национальной ассамблеей и с Сенатом. Мы занимаемся тем, чтобы население понимало, что происходит в законодательной области. Мы проводим разъяснительную работу, и нам это кажется совершенно важным. И мне кажется, что нам всем нужны универсальные декларации или универсальные законы, когда государства-члены подписывают такую декларацию и при этом берут на себя обязательство претворять в жизнь положение этой декларации или этого стандарта в своем государстве. Потому что мы говорим о защите таких уязвимых групп, как женщины, девочки, мигранты и беженцы, о том, что касается доступа к технологии и интернету. Я также думаю, что наступило время цифровизовать большинство процессов. У нас в стране до сих пор пользуются наличными деньгами. Мы, например, в прачечное платим наличными. Это приводит к коррупции на всех уровнях. Давайте сокращать эту коррупцию, бороться с коррупцией. Для этого нужно перейти на цифровые носители и уйдем от наличного использования денег, таким образом сократив риск коррупции. Если можно заключить универсальную декларацию, которая принимала бы во внимание права человека, права женщин, девочек, инвалидов, и использовали бы ее во всем мире. Прежде всего, я рад слышать о том, что вы говорите о пользе вашей работы в IGF для вашей страны. Я надеюсь, что эти сессии дали вам возможность пообщаться с людьми, которые хотят добиться того, чего уже добились вы. Следующий желающий задать вопрос, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Джек Пеклингер. Я секретарь швейцарского национального форума IGF. У меня вопрос очень краткий. Что делает руководящий совет или планирует делать в будущем для того, чтобы IGF играл большую роль на национальном и региональном уровне? Как вы будете сотрудничать с региональными и национальными IGF? Прежде всего, мы хотели бы более интерактивно выстроить нашу работу с ними. Механизмы для этого могут включать личные визиты или регулярный обмен корреспонденции в электронном виде. Мы понимаем, что существует координация между национальными IGF. И мы, конечно, хотели бы лучше с ними быть связанными. Следующий, пожалуйста. Я Крис Форте из Connect Free. IGF работает. Мы это видим. И мы видим, что вместо того, чтобы получать IP-адрес от ISP, что может иметь коммерческую основу под собой, мы видим, что у нас есть возможность создания частных IP-адресов индивидуальных. И мы понимаем, что это позволяет людям в разных странах по всему миру более активно подключаться к интернету и более безопасно. И тогда можно создавать интернет, где бы человек ни находился, пусть даже на Луне или на Марсе происходит, или на сегодняшний день где-то в море, например. Сегодня это уже происходит в Японии. И мы видели, как в 1990-х, когда мы видели, как в Японии начиналась работа в области ISP, и когда закладывались эти сети, уже тогда был разный подход, и Япония выбрала идти по пути укрепления диверсификации интернета в Японии. И мы видим, как сегодня эта модель работает, и позволяет национальной модели использования интернета обеспечить более широкое подключение, более безопасное подключение. Как мы можем сегодня сделать так, чтобы телекоммуникационные компании не были нашим врагом, а были бы нашими друзьями, которые поддержали бы нас в создании инфраструктуры и добавили бы дополнительный уровень или дополнительный слой в эту инновационную структуру для того, чтобы обеспечить людям доступ к технологиям. Спасибо. Должен согласиться здесь с вами и сказать, что идея – это интересно, то, о чем вы говорите. Я, тем не менее, считаю, что этот вопрос нужно обсуждать не в руководящей группе, а с рабочей группой по техническим разработкам. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Прежде всего, хочу представить. Меня зовут Бастиаф Мадов. Я заместитель министра цифрового развития Республики Азербайджан. Несколько лет назад АДЕФ проводился в Азербайджане и способствовали дальнейшему развитию интернета и инфраструктуры цифрового развития Азербайджана. Мы рады были в Азербайджане принимать у себя одного из отцов интернета, господина Винта Серфа. И я хочу даже передать привет от своего сына, господину Винту, и его наилучшие пожелания. Это наша традиция – передавать привет. И он виртуально к нам подсоединился, присутствует удаленно и слушает эти обсуждения. Хотела бы упомянуть, что доступ – это чрезвычайно важный аспект нашей работы, и что правительства стран должны предпринимать усилия для того, чтобы обеспечить доступ к интернету. В Азербайджане мы ставим свою цель к 2024 году во всей стране предоставить доступный и по цене доступный интернет на скорости как минимум 25 мегабайт в секунду для каждого гражданина Азербайджана, независимо от того, где бы в стране они ни жили. Мы также считаем, что этот формат, формат АЧФ, должен продолжать свою работу, потому что мы видим результаты Всемирного саммита по информационному обществу. И мы видим, как ВВИ проложила путь Азербайджану активно принимать участие как в 2003 году в Женеве, как в 2005 году затем, и с использованием различных механизмов Организации Объединенных Наций Азербайджану удалось запустить это движение в своей стране. Мы видим, как разные международные организации запускают разные проекты. У нас, например, запущен проект интернета, инфраструктура, о которой я только что сказала, по подключению всего населения к интернету. Мы называем еще такой проект, мы назвали его цифровой шелковый путь, который тоже важный для нас проект для развития экономики. Спасибо. Я хочу поблагодарить Азербайджан еще раз за тот теплый прием, который нам тогда был оказан, и за вклад, который Азербайджан вносит в нашу работу. Теперь по технологиям, которые будут продолжать, меняться и улучшаться, и насчет доступа к интернету, должен сказать, что мы, конечно, наращиваем возможности благодаря спутниковым технологиям. И благодарю вас за это выступление. Меня зовут Айка Пал. Я из КПЛ Нидерланды. В прошлые несколько лет я рад быть частью этого сообщества, я был рад быть частью форума IGF, и я многому научился здесь, как представитель молодежи Нидерландов, я чувствую, что моя база знаний увеличилась, и я могу сегодня уже консультировать тех, кто сегодня присоединяется к работе форума на национальном уровне. Я ценю модель, основанную на участии многих сторон. Нам кажется, что предстоящие переговоры по глобальному цифровому контракту, тем не менее, это очень важный критический момент для будущего форума. И вообще, в целом, для цифровых форумов и цифрового сообщества. Сегодня, когда мы говорим о подключении частного сектора в нашу работу, я думаю, что нужно продолжать нашу модель в том виде, какая она есть. И мы хотели бы обратиться к руководящей группе, бороться за это, бороться за сохранение нашего форума, за сохранение модели, которая работает. Хочу вас заверить в том, что все здесь убеждены в том, что действительно хорошо работает модель, основанная на участии многих сторон. И Организация Объединенных Наций уже приняла приняла и поддерживает подход с привлечением многих сторон. И мы надеемся, что мы продолжим этот подход и сделаем так, что будут услышаны голоса всех привлеченных сторон. Следующий, пожалуйста. Спасибо. Я генеральный секретарь Карибского телевещательного союза. Хочу поблагодарить мою коллегу. Я не расслышал вы сказать, что вы сочувствуете или поздравляете. Я сказала, что я поздравляю. Я хочу еще раз выразить свою поддержку работе на национальном уровне форумов АРФ. Хочу сказать, что мы проводим 20-й IGF в следующем году на Карибах. Мне кажется, это крупнейший карибский форум по управлению интернетом и вообще по цифровым технологиям и самый старый. Мы рады этой вовлеченности. Мы рады возможности сотрудничать с вами. Мы благодарим вас за поддержку. Мы считаем, что действительно разработано множество механизмов, которые мы взяли на вооружение, которые работают. Мы вносим свой вклад в процесс подготовки к глобальному цифровому договору. И мы не хотели бы, чтобы какой-то другой глобальный форум каким-то образом перетягивал бы на себя внимание и создавал бы такую ситуацию разрозненности. Мы считаем, что IGF – это очень полезный механизм для консолидации всей работы, которая проводится по управлению интернетом в мире. Поэтому давайте не допускать фрагментации разрозненности здесь. Хотел бы сказать, что один из механизмов, который мы видим и считаем полезным для разрушения барьеров – это проведение глобального IGF, который объединяет все усилия в регионах и в странах. И мы, представители стран Карибского бассейна, приветствуем этот формат. Он позволяет малым государствам принимать участие в работе. И мы хотели бы видеть у себя в одном из малых истребных государств форум. Мне нравится эта идея. Мы уже в прошлом это обсуждали. И вот сейчас мы собрались в Японии. У нас на данный момент страна принимающая. Но вот вы говорите о том, что можно целым регионом принять у себя форум. Может быть, это тоже возможно. То есть, чтобы сразу несколько малых истребных государств выступали принимающей стороной форума, если я правильно вас понял. Мне кажется, это был бы интересный экспериментальный проект. Как технически это можно организовать, я думаю, подлежит обсуждениям. Следующий, пожалуйста. Я Найджел Хиггсон, представляю правительство Соединенного Королевства. Хочу поблагодарить вас, господин председатель, и всех членов руководящей группы за ваш вклад в работу АДЖФ. И в сегодняшнюю дискуссию я рад видеть вас всех здесь. И вы все нашли время физически находиться здесь, отвечать на вопросы аудитории. Следующее, что я хотела бы сказать, это то, что ваша роль становится все важнее по мере того, как мы подходим к моменту необходимости пересмотра нашей деятельности на ближайшие 20 лет. Я думаю, что, в частности, национальные и региональные инициативы сейчас становятся важны для того, как разрабатывается политика в области управления интернетом в глобальном масштабе. И это важно для определения того, как мы движемся вперед, как мы налаживаем связи друг с другом. АДЖФ определяет этот процесс качественным образом. И мы хотели бы, чтобы это продолжало развиваться. Мы хотели бы, чтобы этот процесс плюс 20 помог бы нам осознать, что интернет может для нас сделать, какие вызовы стоят перед нами на ближайшие 20 лет. Мы хотели бы, чтобы процесс плюс 20 подчеркнул бы ценность этого процесса. И чтобы мы вместе двигались вперед с учетом повестки устойчивого развития. Этот процесс должен быть многоязыковым и многосторонним. Мы хотели бы призвать руководящую группу, во-первых, продолжить ее отличную работу, а во-вторых, придать новый импульс АДЖФ и продолжить сотрудничество с МСЭ. А также укрепить ресурсы там, где это возможно, с участием всех заинтересованных сторон. Я знаю, что вы обращаетесь ко многим заинтересованным сторонам высокого уровня. Давайте продолжим эту работу. Спасибо. Спасибо, Найджел. Следующий, пожалуйста. Кто еще у нас в зале хочет взять слово? Прошу прощения. Спасибо. Спасибо. Я хочу присоединиться к Найджелу, поблагодарить вас за тот вклад, который вы вносите в наше общее дело, как руководящая группа, за то, какой функциональной является сегодняшняя модель с привлечением многих сторон. Ответ на вас вопрос, хотим ли мы видеть продление мандата. Да, конечно, без всяких сомнений. Можно ли что-то улучшить? Да, конечно, можно улучшить нашу работу, но не получится улучшить работу АДЖЕФ, если не будет АДЖЕФ. Поэтому мы видим, как АДЖЕФ приходит решать сложные, противоречивые вопросы безопасным образом, с привлечением всех заинтересованных сторон. Мы разрабатываем политику и помогаем информировать решения тех, кто в конечном отёге принимает на вооружение эту политику. Необходимо продолжать открытый диалог. Что можно улучшить в АДЖЕФ? Во-первых, это, конечно, вопрос ресурсов. Секретарь уже делает отличную работу, большую работу проделывает в области привлечения ресурсов. Всегда требуется больше, и мы можем объединить усилия в этом процессе привлечения ресурсов. Работа с АДЖЕФ может ещё улучшиться в том плане, насколько легко сегодня связываться с АДЖЕФ. Должны существовать инструменты для всех, кто хочет принимать участие в дискуссиях АДЖЕФ, в процессе работы АДЖЕФ, не приезжая при этом физически на мероприятия. Я сейчас говорю не о стриминге, не об открытых консультациях. Это и так легко доступно и можно легко организовать. Я думаю, что люди знают, как это всё технически осуществить и комментировать, и принимать участие удалённым образом. Это ещё одно, что я хочу добавить. У меня более подробный комментарий, но я его в письменном виде вам представлю, чтобы не занимать время. И мы тоже здесь заняты, мы ходим из зала в зал. У нас тут одновременно происходит несколько семинаров, иногда даже одни и те же темы. И несколько раз я уже был в залах, где раскрывается та же самая тема. Выступают те же ораторы. Может быть, имеет смысл как-то всё это объединить и проводить, может быть, не более 20 сессий. Вместо того, чтобы... И тогда у нас будет не 100 человек в зале, а 400. И, может быть, это будет более эффективно, и мы можем всех заинтересованных сторон и всех тех, кто принимает участие в разработке законодательства, собрать вместе. Прежде всего, спасибо за ваши идеи. Второе. То, что вы говорите, что у нас параллельно проходит слишком много мероприятий, это уже не раз упоминалось. Хороший вопрос, хорошая тема. Мы попробуем обратить на это внимание и как-то скомпоновать эти мероприятия по-другому. Что это такое структурное изменение. Будем считать, что это небольшой баг, который мы попробуем наладить. Следующий, пожалуйста. Господин председатель, могу я перейти на французский? Я должен выбрать канал, чтобы слышать перевод на английский. Да, спасибо. Продолжайте по-французски. Спасибо. Я не ради своего удовольствия хочу говорить по-французски. Я лишь хочу сказать, что это мероприятие с переводом на все языки ООН, это очень важно. Мы не хотим здесь повторяться. Я не хочу повторять то, что говорили уже мои коллеги. Но, тем не менее, хочу сказать, что IGF здесь продолжает активно свою работу. Хочу поделиться с вами своим опытом. Однажды на одном из первых IGF я говорил с одним из представителей Еврокомиссии и сказал, что было бы интересно начать на национальном уровне, потом на региональном, а уже потом выйти на глобальный уровень. Нет, ответили мне, это слишком сложно. Тогда у нас будет слишком много мероприятий, слишком много встреч, и мы просто не сможем поддерживать такой темп работы. Но теперь, когда я здесь уже поработал, я больше понимаю, что он имел в виду. Мы сегодня здесь, видя много мероприятий, много международных организаций, действительно много, и все это усложняет нашу работу. Куда ни посмотри, тут новые тексты, новые мероприятия. Генеральный секретарь написал одно, МСС тоже что-то объявил, ЮНЕСК тоже что-то хочет инициировать. А мы что можем тогда сделать? Мы просто теряемся, не имея возможности за всем этим следить. Швейцарское правительство говорит, что это нормально, что это и есть дельферсикация, не правда ли. Но по мере того, как количество мероприятий растет, и все эти процессы происходят параллельно, для нас это будет просто нереально за всем этим следовать. И для всех тех людей, которых я представляю, это тоже сложно. Мы уже не раз, я забыла представить, я Себастьян Башеле из Франции, я председатель общества пользователей ИКАН. Я уже не раз слышу комментарии о том, что на этих встречах происходит слишком много, и что это становится хаотичным. Я думаю, что мы все учтем этот комментарий, мы все это испытали, мы на других мероприятиях это видим, и я думаю, что упростить мероприятие будет полезным. Следующий, пожалуйста. Спасибо, Винт. Я представляю египетское правительство Кристина Лито. Я хочу сказать, что формирование группы управления АЧФ оказалось полезным действием и важным шагом на дорожной карте цифрового сотрудничества, и хочу поблагодарить вас за вашу работу. Мне кажется, что интерес к АЧФ в глобальном масштабе вырос благодаря этим действиям. И один из самых важных мандатов управляющей группы – это продвигать АЧФ. И я думаю, что сегодня, во все эти дни работы АЧФ, мы слышим о важности работы АЧФ и о влиянии этой работы на наше развитие в более широком масштабе. И я опять сейчас буду говорить о глобальном цифровом договоре. Я прошу прощения, уже много раз его упоминали, но, тем не менее, если мы посмотрим на вопросы, которые поднимаются в этом документе, мы увидим, что, во-первых, там говорится о необходимости организовать процессы так, чтобы они не дублировались, не повторяли друг друга. Необходимо сократить цифровой разрыв путем сотрудничества в глобальном масштабе и ускорить технологические изменения. Что я хочу сказать? Я хочу, чтобы продолжалась работа руководящей группы. Мы хотели бы видеть большую интеграцию работы группы в рамках АЧФ, особенно в том, что касается сотрудничества и связи с разными компонентами, строительными блоками АЧФ. Я рада здесь видеть представителей МАК. Вот Кэрол здесь сидит. И представители национальных форумов тоже здесь находятся. Мне кажется, это важный компонент АЧФ, который поможет АЧФ стать более эффективным. Мне кажется, что это нужно учесть, особенно в преддверии саммита будущего. Спасибо. Благодарю вас. Мне кажется, что ваши предложения очень созвучны другим предложениям, которые говорили о необходимости интеграции, экзальдации в руководстве с другими потоками в рамках АЧФ. У нас реально закончилось время. У вас короткое выступление. Мы дадим вам слово, но не сможем отреагировать. Пожалуйста, вкратце. Я буду выступать на французском языке. У меня есть два комментария. В том, что касается АЧФ, мы выслушали все выступления с большим интересом. Постоянно возникает следующая мысль. Необходимо обеспечить участие максимального числа людей в АЧФ. Те, кто не может сюда приехать, может быть, могли бы где-то вместе принимать участие удаленным образом. То есть они по необходимости могли бы таким образом реагировать как группа. Мы уже принимали участие в подобных мероприятиях. Например, вместе с Google мы разработали программу, которая позволила расширить мероприятие и обеспечила участие тех, кто не смог приехать на главное место проведения мероприятия. Но они принимали участие не в индивидуальном порядке, а в составе группы. И там был некий ведущий, который мог простым, понятным языком объяснить, что там происходит. И во-вторых, в том, что касается более инклюзивного характера и доступа онлайн, 2023 год. Для того, чтобы следовать мероприятию онлайн, нам необходимы фотографии до сих пор. В это поверить невозможно. Нам нужна процедура записи. Я понимаю, что вам необходимо иметь фотографии человека для того, кто приезжает на площадку. Но если человек хочет слушать просто происходящее, где бы он ни находился, зачем фотография? Достаточно ссылки. И еще мы немало говорили о наращивании потенциала. Но наращивание потенциала опирается на просвещение. И прежде всего, когда речь идет об искусственном интеллекте, это очень важно. Следовательно, нам необходимо пересмотреть то, каким образом мы подходим к образованию, в принципе. В том числе с использованием электронных средств связи для того, чтобы максимально прояснить, пояснить в рамках усилий по просвещению населения, с чем состоят эти новые технологии. И необходимо сопровождать этот процесс на местном уровне, создавать программы обучения и сопровождать их в рамках решения всех вопросов, которые касаются искусственного интеллекта. Когда мы говорим об инновации, когда мы говорим о рисках, и также, почему бы и нет, и носить свой вклад в новую формирование, в новой эпохе, в которой мы стоим. Большое спасибо. Я благодарю вас за конкретность высказывания и за его краткость. Я надеюсь на то, что мы расширим возможности участия в наших мероприятиях в гибридном формате. Мы вынуждены прерваться. Я хочу еще раз поблагодарить вас за высказанные соображения, за ваши советы, комментарии. Мы постараемся все это собрать воедино в рамках одного доклада и предоставим вам эту информацию. Это найдет свое отражение в рамках работы, которая будет вестись на протяжении следующего года, в рамках подготовки к саммиту будущего и к встрече на высоком уровне по интернет-обществу. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.